Приветствую вас и есть несколько моментов, которые мне хотелось бы вам озвучить. Моменты, которые очень важны для понимания ситуации, понимания вашей проблемы. И первый момент, который мы попробуем разобрать, это момент такой, что мужчина стал мало времени проводить с вами. Он стал мало времени проводить с вами. То есть раньше, раньше он с вами проводил его больше. Что случилось? Почему? С какого момента он начал это делать? С какого момента он начал меньше проводить времени с вами? Что было тогда? Может быть, какое-то обстоятельство как-то повлияло на его такой выбор взаимоотношений. Выбор отношений к вам. Вообще говоря, да, с точки зрения его, с точки зрения формальной логики, в этом нет ничего плохого. Я понимаю, что вас это задевает, но об этом чуть позже, а пока именно этот момент. Почему из какого момента мужчина начал меньше проводить с вами время? Что произошло? Может быть, имеет место какая-то обиды, какое-то непонимание, что-то еще. Может быть, какое-то переживание было критического характера, я бы сказал. То есть такое переживание, которое как-то вот, значит, как-то вот, как-то вот его направило на другой путь. Направило его на то, чтобы именно быть друзьями, а не с вами. То есть вот этот аспект можно и нужно говорить о том, можно и нужно разбирать так, да, разбирать так, что ваш мужчина видит предпочтения, видит больше предпочтений в том, чтобы быть друзьями. Но почему именно такие у него стали предпочтения? Почему у него не было, например, других предпочтений? Почему, например, он как-то по-иному не отреагировал на вас, например? И так далее. Этот момент является очень важным. То есть с какого момента все это началось, да? Я надеюсь, это понятно. Теперь, собственно говоря, аспект следующий. Этот аспект касается того, что вы обижаетесь. Пожалуй, о нем нужно сказать особо. И вот почему. То, что вы обижаетесь, говорит о том, что поведение мужчины как-то вас задевает. Вы говорите, что я хочу, чтобы он больше времени проводил со мной с друзьями, но ему интереснее быть пацанами. Об этом мы тоже еще скажем. А пока, пока, постарайтесь подумать, вот о чем. Обидно это означает, что поведение человека как-то перекликается с вашими мироощущениями себя. То есть вас бросили, вас покинули, вам предпочли кого-то другого. Это задевает вас. Вполне вероятно, что именно тот факт, что вас это задевает, говорит о том, что вы не до конца уверены в себе. Вы сомневаетесь в своей нужности, вы сомневаетесь в своей востребованности, в своей уверенности в себе и так далее. Если это так, нужно понять, в чем именно вы ощущаете свою слабость, в чем именно вы не уверены и почему. И ставить себе соответствующие задачи, дабы скупировать это ваше состояние, дабы чувствовать себя уверены в себе и так далее. Ну, например, мужчине рвется и друзья. Хорошо, никаких проблем. Кто мешает вам проводить время с подругами, чтобы не скучать, чтобы не быть в более проигрышном положении? Кто мешает вам заниматься какими-либо делами и так далее? На этот вопрос, я думаю, у вас нет ответов. Но, тем не менее, он очень важен. Дальше. Следующий момент, который касается того, что вы пишете, что к нему привязан. Вообще говоря, привязанность, это, опять-таки, олицетворение каких-то желаний через мужчину. То есть, через него вы удовлетворяете какие-то свои потребности. Какие-то, а так какие потребности? Возможно, это и есть потребность внушенности, востребованности и так далее. Но мужчина это не способ удовлетворения желаний. Мужчина это самоцель. И вам нужно воспринимать его именно так. А вы сейчас видите именно как источник того, что вам нужно. К сожалению, это не есть правильно. И об этом тоже нужно избавляться через осознание своих желаний и через понимание того, как эти желания можно и нужно удовлетворить. Пожалуй, последнее, о чем мне хочется сказать, это то, что у молодого человека есть, значит, желание быть в пацанале. Давайте подумаем, что ему нужно. Что ему интересно, что ему нравится, что бы он хотел. Чем он нуждается, что ему важно. Как он видит свое досуговое общение. Какие качества людей, например, он уважает. Какие его восхищают и так далее. Чем любит заниматься. Какие у него интересы. Попробуйте задать себе все эти вопросы и понять, а где вы можете с ним стать более ближе, более тесно, начать соприкасаться. Подумайте, где вы можете отметить на его желание. И разделите с ним его интересы. И разделите с ним его увлечения. Дайте ему то, в чем он издавится. И тогда у него не будет нужны много времени проводить с друзьями. Но вы ему этого, судя по всему, не даете. И как следствие, естественно, он проводит время с друзьями. Потому что ему нужно что-то, он даже что-то получает. Но от вас получить он этого не может. И получает в другом месте. Соответственно, если вы найдете точку соприкосновения ваших интересов, то, по сути дела, можно и нужно говорить о том, что вы сможете подтолкнуть его к тому, чтобы он больше времени уделял вам. Чтобы он больше времени проводил с вами. Вот примерно такие моменты очень важны в вашем вопросе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались еще, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!